Рассмотрение дела Военторга могут приостановить. Сторона ответчика заявила, что начала производство по параллельному разбирательству. Напомню, судебные тяжбы продолжаются уже два года, и все из-за торговых площадей. Когда-то они принадлежали Министерству обороны, после были проданы в частные руки. По оценке независимого эксперта, почти вдвое дешевле реальной стоимости. Помещения, непригодные для эксплуатации, вздали в аренду третьим лицам, которые вложили в ремонт, 27 миллионов рублей. Собственники спустя время увеличили арендную плату, вопреки условиям договора, и подали иск в суд взыскать накопившийся долг. Три месяца назад 11-й арбитражный апелляционный суд обязал стороны провести оценочную экспертизу помещений. Занимается исследованием лаборатория судебных экспертиз, но к назначенному сроку, к сегодняшнему заседанию, заключение специалисты сделать не успели. Нами сейчас подано исковое заявление в арбитражный суд Самарской области о взыскании стоимости тех работ, которые мы провели в данных помещениях. То есть, собственно говоря, той стоимости, которую госпожа Ковалева не доплатила государству. Если дело будет приостановлено, значит суд решит, что действительно она не может использовать то, за что никому не заплатила. Сторона ответчика, кроме прочего, настаивает на том, что уже существует возможность возврата здания прежнему владельцу, то есть государству. Проверкой права на объект нынешнего собственника занимается сейчас Следственный комитет. А вот в рассмотрении дела теперь уже по торговым площадям по улице Старозагора в Самаре представители третьей страны не участвуют. А само судебное заседание отложили до 22 мая. Продолжение следует...